Всем привет, с вами Добгей, и мы начинаем играть в First War N4. В Модомире идем там за Китай. Я уже немного назначил вам исследование, поставил производственные линии. По флоту мы будем сначала, наверное, произвести некоторое количество фрегатов поновее. По устроению немного наших флот получим опыт, и уже построим какие-то более-менее внятные корабли. И нам в будущем пригодится флот, поскольку здесь в Юго-Восточной Азии много государств с морскими границами. В целом, я думаю, можно на партию ставить цель достичь сверхдержавы. И, в принципе, возможно починить какой-нибудь Индокитай, плюс-минус Индонезию, может быть что-то около Индии, может быть что-то с Россией и Японией, может быть США, Африка. В общем, посмотрим, как с что пойдет. Пока что у нас, конечно же, задача это построить сильную промышленность, поэтому мы везде поднимаем уровень инфраструктуры, чтобы застраиваться. Как мы можем видеть здесь под 50 слотов, поэтому эта инфраструктура окупится очень даже, если ее построить вначале. У нас уже на старте есть 90 фабрик, у нас всего 20% фабрик. Здесь это называется на налоги, ходит. Мы постараемся довести это число до нуля, благо в этом моде это вполне возможно. По экономике у нас здесь все тоже неплохо, на самом деле. У нас по 20 миллионов, точнее миллиардов, приходят вполне хорошие цифры. По-быстренькому мы избавимся от нашего долга и начнем инвестировать в мир, чтобы получать дивиденды. Собственно говоря, с этим мы и начинаем. Будем мы потихоньку инвестировать в Юго-Восточную Азию, чтобы поднять влияние. Где-то вот нам будут отказывать, где-то соглашаться. Постараемся всю Юго-Восточную Азию сделать марионетками, насколько это возможно, или по крайней мере получить там большое влияние. Вот так вот отлично инвестиции проходят, они дают нам влияние. То есть вот у нас 23%, так и останется. 19. Господи, когда решишь посмотреть эффект, все отказываются. 3,85, ну где-то процентик подняли неплохо. Можно также попробовать на Россию повлиять. В принципе, можно сказать, всех наших соседей. Японцы, допустим, не хотят. Проинвестировались где можно, ну и потихоньку продолжаем ждать. По фокусам тут у нас готов первый фокус. Сразу же мы берем следующий на минус величину налога. Будем стараться снижать к нулю, это получится очень даже легко. У нас вот здесь вот будет минус 5. Затем, насколько я помню, где-то еще тут будет минус 5. Приятные. И так потихоньку мы вот будем приходить к нулю. Между делом потихоньку готовим наше разведительственное агентство. Будем делать нам агентов. Собственно говоря, зачем нужны агенты? В основном я буду стараться повышать коррупцию в больших странах. Это и снижает их защиту от влияния, поможет нам влиять. И это понизит их экономику. То есть, в принципе, грубо говоря, мы потихоньку на фоне их снижения будем расти. Не говоря же о том, что мы просто будем расти. ВП у нас пока слабенький, можно сказать, на душу населения. Постараемся, как минимум, довести это до 7 тысяч. Потому что у нас вот здесь будет очень важный фокус, который привязан к 7 тысячам. Собственно говоря, движемся в этом направлении. Так, тем временем новости из России. Явлинский был избран президентом. А значит, Россия пошла по демократичному пути, можно сказать. На самом деле, интересно, что и как будет в будущем. Но, по крайней мере, быстрых войн от России мы сразу же не увидим. А мы тем временем потихоньку кофем политическую лазь, чтобы избавляться от коррупции. Уже немножко нашу экономику перенесли в сторону смешанной экономики. Потому что, как раз таки особо действует немного фабрик. Уже у нас 12% всего лишь. Потихоньку мы приближаемся к нулю. Накопим немного денег. Я думаю, мы и снизим налоги на корпоративные предприятия. Это у нас как раз таки тоже опять освободит фабрики. Параллельно мы идем к экономическому сотрудничеству, что даст нам скорость исследований и строительства. Что, конечно же, очень важно. И затем мы пойдем по экономической ветке. Как раз таки к вот этим вот приятным фабрикам. И постараемся убрать водный дефицит, который тоже нам замедляет строительство. И разгоним наш Китай по полной. Вместе с этим стоит немного поднять нашу космическую программу. И я начинаю постройку 20 ракет для запуска спутника и 40 спутников GNSS. Что даст нам переключиться вот здесь вот на 0,5. Что ускорит у нас максимальный бонус сейчас строительства. 5% а станет 25. Это, конечно же, у нас очень сильно бустанет. Ведь у нас доступно 0,5, а у нас пока, как вы можете видеть, все, 1,8 дается. Хотя мы можем до 29% поднять этого. И мы на 5 метрах сейчас. Конечно, и остальные можно было бы улучшить. Но по факту они нам мало что сейчас именно помогут. Это более же военные вещи. Конечно, разведанные полезные, но сейчас нам не нужно. Сейчас нам нужно построить большую промышленность. И всего же где-то за 3 месяца мы сможем все это достроить и вывести на орбиту. Вот как раз строительство закончилось. Можно их и запустить. Ракеты наши. О, у нас оказывается, еще были... Нет, это не все ракеты. Вот они. Да нет, у нас все еще на самом деле были и старые ракеты. Слушайте, какая у них загрузка? Давай килограмма, не получится их запустить. А здесь, допустим, 4. А, надежно 65. А здесь надежность 75. Вот все-таки возьмем понадежнее. Что опасно, у нас здесь никаких больше, в принципе, нет. Так, третье у нас уже не получится, верно? Верно. Удалить нельзя, можно только сразу очистить. Ничего. Так. Так, нам нужно, получается, у нас их 20. Верно? Верно. Отправляем 20. В каждом по 2. Запускаем и посмотрим. Я думаю, мы уже должны будем быть в состоянии, да, переключиться полностью на 0,5 метра. И вот у нас скорость. Встреча сал плюс 25. Прекрасный бонус. Потихоньку у нас уменьшается наш долг. Мы выходим в хорошие плюсы уже. Коррупцию мы снизили уже до пятого уровня. Я думаю, где-то до третьего точно можно снизировать. Потом уже не сильно эффективно. Там примерно по 1-2% налоговых поступлений прибавляется. По Фоксу мы вот движемся, как я и говорил, к зданиям. Моё поддушное население тоже у нас потихоньку растёт. В общем-то, Китай. Нефритовый стержень растёт вверх. Вот, наконец, Китай и избавился от внешнего долга. Теперь можно сказать, что деньги — это пыль. У нас уже доход в 31 миллиард. Точнее, можно сказать, прибыль. Постепенно она увеличивается, потому что мы очень хорошо строим заводы. Можно даже опять подубавить налоги. И вот-вот мы уже придём к 0% фабрик на налоги. Ну, или на товар народного употребления, если говорить ванильным понятием. Конечно, из-за этого мы будем получать чуть-чуть меньше денег, но, честно говоря, в один момент у нас их и так будет слишком много. А вот это и настало. У нас, конечно, всего 12% налогов на корпорации. Это всё равно из-за этого неплохое количество денег. Единственное, что, конечно же, из-за этого у нас вряд ли будут хорошее здравоохранение, хорошие какие-то социальные вещи. Но я обязательно повышу образование. Ну и, конечно же, военные расходы. Перед этим мы уже повысили расходы на управление, чтобы побыстрее накопить политическую власть. Между тем, мы почти готовы... Да, мы, в принципе, готовы сделать переворот в Мьянме. Это будет первый наш шажок. В Эфиопии мы также готовы сделать марионетку страну, но она находится в войне. Ровно как и ДР Конго. Не очень уверен, как расшифровывается ДР. Можно сказать, Демократическая Республика. В любом случае, потихоньку мы пытаемся влиять на страны Африки, ровно как и на страны Азии. И вот мы подошли к моменту, когда мы уже можем совершить переворот в Мьянме. Давайте-ка это и попробуем совершить. Совершить. И да, успешно. Теперь Мьянма наша марионетка. Потихоньку и другие юго-восточные страны пойдут туда же. США случило 9-1-1, а теперь уже и военностеррором, так что скоро штаты начнут торгаться на Ближний Восток. Собственно говоря, мало мы чем-то можем повышать. Между делом, у нас эти, на самом деле, неплохо инвестируют другие страны. Это у нас тоже чуть-чуть ускорит. Позже мы их влияние, конечно же, будем выбивать. Но это делается здесь несложно. Мы между тем, что мы можем попробовать сделать переворот в Пакистане. Собственно говоря, почему бы и нет. И он тоже у нас удался. Да, теперь и Пакистан является нашей марионеткой, что не может нас, конечно же, не радовать. Потихоньку Азия становится просто неотъемлемой частью Китая. По временем неожиданная новость. Норвегия решила покинуть Снато. Не понятно, почему и зачем. Но, как я вижу, здесь, видимо, националисты будут приходить в власти. Я не знаю, норвежские фокусы. Но, видимо, что это вот? Это путь. Кто его знает. Но, как я вижу, это националистический путь. В принципе, какое-то разнообразие, почему бы и нет. Интересно, какие пути выберут другие страны. Россия вот здесь выбрала демократию. Мы на нее даже пытаемся поскольку влиять. Но только по какими-то постройками. Пока что политическую власть на влияние я бы не хотел пока тратить. Итак, прошло уже очень много времени. По крайней мере, в игре. И вот мы уже достигли 7000 ВВП на душу населения. У нас уже очень мощная промышленность. Мы уже потихоньку переходим на постройку военной промышленности. Будем начинать военное производство и повышать рассоды на войну. Поэтому у нас очень хороший баланс. 40 миллиардов мы получаем. И так как мы уже достигли 7000, мы сможем наконец-таки перейти на термоядерную энергию. По крайней мере, проинвестировать и убрать себе водный дефицит, который появился от ядерной энергии до этого. Очень важно было это взять, потому что благодаря тому у нас поднимается стабильность. Видите, у нас недельные изменения плюс 0.1. До этого наша стабильность была около нуля очень долгое время. Параллельно с этим мы сделаем один пояс, один путь. И потихоньку улучшаем отношения со всеми соседними странами. Мы готовы сделать марионетками Судан, Эфиопию, все так же Конго, скоро Анголу. То есть время мы не теряем, потихоньку переманиваем их в наш, так сказать, блок. Но они все еще воюют, как и вот в Сомали. Как только они закончат свои войны, мы, в принципе, сможем их подчинить. Единственное, я, чтобы это ускорить, потихоньку повышаю наш закон об интервенции. Будем двигаться к неимпериализму, чтобы нашими добровольцами помочь им в их войнах. Ну, конечно же, ближайшая, так же большая цель, можно сказать, это Индия. У Индии неплохая промышленность. Страна, в принципе, очень даже мощная. Мы потихоньку повышаем у них коррупцию. Мы неплохо уже развили наше агентство. И после этого начнем потихоньку влиять. И посмотрим. Скорее всего, нам придется делать переворот в Индии. Конголь наконец-таки закончилась Куринанская война. А значит, что буквально очень скоро она тоже станет нашей марионеткой. И так, наконец-таки, мы достигли этого. Поставили себе неоимпериализм. Пришлось даже какое-то время без фокуса сидеть, потому что политики пока что нам еще не хватает. Собственно говоря, исследования идут. Очень мы неплохо продвигаемся по влиянию в Африке. В Азии здесь замедлилось, потому что инвестиции наши они принимать не хотят. Военную помощь они нашу не ждут. Единственное, что Индонезия неплохо принимала. Малайзия немножко начала потихоньку принимать. И Филиппины тоже. Мы потихоньку движемся. Тем временем мы уже почти 12% в ВП мирового. Так что к сверхдержаве приближаемся. И это учитывая то, что у нас еще 24% есть иностранного влияния. А в США тем временем мы тоже повышаем свое влияние. И в один момент мы вполне сможем влиять на политику США. Появилось интересное событие. Эквадор решил анализировать свои долги. И у нас появился казус Белли на то, чтобы, собственно говоря, фасциализировать Эквадор. Единственный вопрос, что я подозреваю, что мы не в жизни до него не сможем долететь. Давайте проверим транспортными самолетами. Ну да, это невозможно, собственно говоря. Это какие были? 65-го. Давайте посмотрим. 1995-го года. Вот. Ну да, они, конечно, имеют огромный радиус, но до Эквадора, пожалуй, мы не долетим. А значит, в этот раз Эквадор действительно нас волновать не будет. Но событие забавное. Если бы это было где-то в Африке или, тем более, в Азии, конечно, мы бы участвовали. А вот и оно. У нас появился казус Белли на Руанду. Собственно говоря, я, конечно, его принял, потому что поиск не работает. Но я сейчас не уверен насчет того, что мы сможем действительно захватить ее. Что она очень окружена. Морское втространение здесь не получится. А для воздуха нам тоже здесь какие-то базы нужны. Прошло еще какое-то время. И что я могу сказать? В США уже не являются сверхдержавой. У них осталось 14.7%. А вот наше влияние в нем уже 25%. Точнее, в них. На нашем же рынке мы смогли вытеснить все иностранное влияние практически. Осталось около 10%. И у нас это же 14% от мирового ВВП. А значит, что вот-вот и мы станем сверхдержавой. Со временем готовим конфликт с Японией. И постепенно начинаем влиять на Россию и Индию. Если мы сможем забрать их к себе под крыло, то в принципе у нас уже не останется реальных геополитических соперников. Параллельно наша промышленность уже вовсю клепает военные заводы. Потихоньку начинает клепать и верфи. Ну и немножко подстраиваем офисы, чтобы просто расти потихоньку в экономике. Наша военная промышленность выглядит уже просто невероятно. У нас уже 100 военных заводов. 40 из них стоит на БМП, потому что вся наша армия будет в основном состоять из пехоты подкрепленной БМП. И также потихоньку я хочу вывести производство авиации на тот же высокий уровень. А именно у нас будут истребители превосходства и ударные истребители. То есть вот эти вот 4,5 поколения. У них очень хорошие статы, мультиролы мне как-то не очень понравились. Вот, пока что это все. И вот наконец-таки это практически случилось. Как мы можем видеть, наш вклад 15%. Нужно более 15%. И мы вот-вот сейчас избавимся еще от одной партии иностранного влияния. У нас все-таки еще целых 10% есть. И по логике вещей, сразу после этого мы станем сверодержавой. Ну-ка. Нет, нам все еще не хватило. Значит, подождем. А, нет, хватило. Вот Китай стал сверодержавой. Понадобилось, видимо, обновление месяца, чтобы пересчитать это. Правильно, как вы можете видеть, мы тут исследуем баллистические ракеты. Но все только в мирных целях, конечно же. Чтобы исследовать новые ракеты для запуска спутников в космос, конечно же. Вместе с этим мы исследуем новые спутники. И также крайне мирно потихоньку выставляем новые линейки производства самолетов и БМП. И вот мы начали исследовать как раз-таки фокус, которого я так долго ждал. Конкуренция сферы держав, который уберет нам эту идею, которая не давала нам отправлять добровольцев или вступать в альянсы. Да и фабриковаться ливеной. То есть, как только мы это закончим, наши руки будут полностью развязаны. Между делом происходит страшное. Соединенные Штаты Америки и Франция приводят ракеты в боевую готовность. Великобритания приводит их в боевую готовность. А воюют они с Сирией. Из-за Сирии они приводят свои ракеты в боевую готовность. Страшные вещи, я вам скажу. Итак, фокус завершен. Наши руки развязаны. А значит, что буквально в следующем наше действие будет нападение на Японию. Возможно, буквально перед этим мы поможем нашим будущим марионеткам закончить их войны в Африке. И покажем им истинный путь, конечно же. Нашей целью будет Япония. Система возвращения Тайваня в родную гавань. Возможно, дальше объединение Кореи. Ну, а дальше уже, конечно, по ситуации. Возможно, это будет и на Китай. Возможно, какой-то Ближний Восток. В целом, увидим. А я думаю, что первая серия уже пора заканчивать. Так что с вами был Допгай. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. И до новой серии.